Самая крупная партия беженцев доставлена накануне вечером в Иваново. 237 переселенцев прибыли поездом из Ростовской области на Ивановский железнодорожный вокзал. В основном это жители Луганска и его окрестностей. Много женщин с маленькими детьми. Встречали беженцев сотрудники МЧС, медики и полиция. Для всех прибывших заранее были подготовлены места в пунктах временного размещения. Размещены на пункты временного размещения в интернете нашей области, в семи пунктах временного размещения, которые уже подготовлены, подготовленные места, где будет отдыхать, организованные места питания. И потом будет организована работа, соответственно, служба. Это миграционные, служба социальной защиты. Ну и потом уже по желанию, конечно, будет рассматриваться вопрос трудоустройства. Истории этих беженцев ничем не отличаются от прежних. Разве что верили, в скорое прекращение войны они немного больше, чем их соотечественники, давно покинувшие Украину. Говорят, что теперь на родине оставаться невыносимо страшно. И благодарят Путина и россиян за предоставленную возможность выжить. Метра 150 было, это как и воронка, выбитая гранатами, не гранатами, а взрывные эти самые. Очень страшно, очень страшно. Там еще, не знаю, когда оно кончится еще. И спасибо Путину передайте, дай Бог ему вторую очередь. Дай Бог ему. Что будет дальше, никто из них не знает. Все до единого мечтают вернуться домой. Но будет ли куда возвращаться, сказать сейчас невозможно. Ну, если некуда не будет возвращаться, то он, наверное, в Россию. А если будет куда, конечно, хочется домой. К Ивановскому железнодорожному вокзалу специально для беженцев пригнали автобусы. На них украинцы отправились с пункта временного размещения. В одних автомобилях люди, в других – вещи. Вот даже кто-то стиральную машину довез до Иванова. Беженцев разбили на группы. Они разъезжаются по разным уголкам региона. Комсомольск, Юрьевец, Холуй. Татьяна с сыновьями к автобусам не спешит. Она созвонилась с родственниками из Костромы. И они обещали забрать семью и приютить у себя. О том, что над головой, наконец-таки, мирное небо, многодетной матери все еще не верится. Бои идут, стреляют, бомбят. Национальная нацгвардия у нас, это западная гвардия, и ополченцы, как называют, террористов, сепаратисты. Но мы уже не такие. Спасибо, конечно, России. Спасибо вам всем за гостеприимство. Спасибо за то, что так нас сопровождали очень. Нас приняли. Самое главное, что приняли. Не отказались от украинцев. Спасибо, и низкий вам поклон. На территорию Ивановской области организовано прибыли уже более 700 вынужденных переселенцев с Украины. И судя по тому, что вооруженные конфликты в стране не прекращаются, цифра не окончательная. Добавим, много беженцев приезжают в регион самостоятельно. И общее количество на данный момент точно назвать невозможно. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.